Всем привет! Это проект Другая Кухня и с вами я, Валерия. Сегодня будем печь булочки со сливками. Когда-то давно я уже пробовала такой рецепт, но я его потеряла. Сейчас нашла в интернете и думаю попробовать и вспомнить, они это или не они. Для теста нам понадобится 150 мл молока, сливочное масло 60 г, сахар 50 г, ванильный сахар 1 пакетик, яйцо 1 штука, мука 375 г, дрожжи 10 г и щепотка соли. Займемся опарой. Отправим в теплое молоко сахар, дрожжи, у меня в обратном порядке получилось, пару ложечек муки, хорошо размешаем и оставим на 5-7 минут, чтобы проверить наши дрожжи и дать им возможность заработать. Я сильно схитрю и буду замешивать тесто в хлебопечке. Отправляю туда муку, опару, которая у нас подошла, яйцо, сахар, ванильный сахар, щепотку соли и масло. И отправляю замешиваться. Если вы замешиваете вручную, просто соединяете все компоненты и вымешиваете. Также я потом оставлю вымешанное тесто на растойку примерно на 40 минут на час в теплом месте. В хлебопечке это очень удачно, там как раз самая оптимальная температура. Для сливочной заливки нам понадобится 200 мл сливок, у меня 20% 2 столовые ложки сахара с горкой и 50 грамм масла. Сахар отправляем в сливки и тщательно перемешиваем. Маслом я очень хорошо смазала форму и потом еще оставшиеся кусочки порежу. Вот оно какое чудесное, пышное тесто. Сейчас мы его разделим на 8 частей, на 8 шариков. Я даже разделила на 10 частей, мне показалось, такие шарики будут еще лучше. Все, катаем шарики и укладываем в нашу форму, оставляя небольшое пространство между ними на растойку. Оставшее масло я вот так буквально кусочками режу и по всей форме раскладываю. Сейчас накрою пленкой и оставлю минут на 20 для растойки. Посмотрите, какие красивые булочки получились. Растаивались они у меня полчаса. Сейчас заливаю все, даже можно сверху, даже нужно, поливаем сладкими сливками и отправляем выпекаться при температуре 200 градусов до готовности. Друзья мои, посмотрите, какая красота получилась. Они очень пышные, ароматные. Очень уже хочется попробовать. А внизу, мне хочется показать вам, но я боюсь примять, они еще горячие. Сейчас попробую. А внизу есть немножко соуса. Он такой сливочный там. Ай-ай, горячо. Посмотрите, какие они. Прям воздушные-воздушные. Вот. Вот. Соуса немножко, он пропитал нижнюю часть. Все, смотрите, зажарено. Все отлично. Хочется пробовать. Мне кажется, у вас даже все запотело. Нет? Смотрите, как красота. Булочкой очень интересно. Сейчас попробую и расскажу вам, что получилось. Ну что, дорогие мои, на пробу ушло 2 булочки. Это нереально вкусно. Они воздушные. Вот сейчас вот они уже остыли. Я вам покажу. Я сейчас разломаю. А что тут разломать? Посмотрите, она какая. Ну вот, я разломаю. Они потрясающие. Они воздушные. Они нежные очень. Соус снизу, он не намочил булочку. Вы видите, она не мокрая совершенно. Но он вот есть вот такой вот соусец снизу, который можно вот так вот макать. И... Все. Вы слышите меня. Слышите. Это очень вкусно. Нереально. Рекомендую. Булочки простые, легкие. Мне, вот знаете, немножко не хватило сладости, с одной стороны. Но, с другой стороны, я думаю, что сахара нужно все-таки есть поменьше. Поэтому это в самый раз. Если вы большой сладкоежка, добавьте еще, я думаю, ложку сахара в само тесто. Этого будет вполне достаточно. Ну что, друзья мои, очень вкусно получилось. Рекомендую. Булочки в сливках готовятся легко. Дети верещат от восторга. Все. А с вами была я, Валерия. Всего доброго. Пока!